Приветствую, друзья! Жизнь, конечно, всегда больше, чем то, что ты о ней думаешь. Но вопрос интересный в том, что же такое философия. По моему мнению, ну, конечно, там много разных философий, самых разных направлений. Но самое главное в философии есть то, что это отвлечённое мышление. Это абстрактное мышление, то есть отодвинуться от конкретного объекта и размышлять как бы отрешённо от него, философствовать. Как говорится, философское отношение к жизни. Вот вопрос. Меня как-то спросили, а в чём ваша философия сегодня? Я говорю, моя философия сегодня – создавать науку человечности и инструментарий к этому, в виде метода ключа и обучать людей управлять своим состоянием и страхом. Энергия страха, как субстанции, может так образно выразиться. Страх, как субстанция. Ну, и перенаправлять её на решение ранее нерешаемых задач. И мне кажется, сегодня это очень нужно. И не просто нужно, а без этого просто нельзя. Ну, и мне там сказали, друзья, вот ты понимаешь, очень много точек зрения в философии, поскольку ты сам сказал, что жизнь, конечно, больше, чем любая точка зрения. Поэтому мы предпочитаем вообще не вмешиваться ни во что. Я говорю, как же так, не вмешиваться? Ну да, потому что у каждого своя точка зрения, говорится. И эта точка зрения может быть заслуженной. Может быть, ну, пожалуйста, имей свою точку зрения. Я говорю, слушайте, так же тоже нельзя. Вот, допустим, если так рассуждать, то идёт, например, человек по улице упал, или его сбил автомобиль, и вы будете так рассуждать, что ли? И не подойдёте и не поможете? Почему поможем? Так я говорю, так всё человечество сегодня в таком состоянии. А вы говорите, что не надо вмешиваться ни во что. Потому что жизнь, она всегда больше любой точки зрения. У тебя, типа, такая точка зрения, а у меня, говорит, такая точка зрения. Я говорю, да нет же. Слушай, дело в том, что я врач, да, и вот я вижу, что количество людей с нервными нарушениями, нервно-психическими, психосоматическими и всевозможными, увеличивается. И меня это беспокоит. Наверное, тебя не беспокоит, потому что ты не врач, а писатель. Потому что каждый день тебе больные не звонят. Он говорит, ну и звонят, почему нет. У меня, говорит, сын больной у него, говорит, вот после того, как в аварию попал, нога травмирована. Конечно, я, говорит, беспокоюсь. Я говорю, а я же беспокоюсь обо всём человечестве. Он говорит, ну беспокойтесь, пожалуйста, кто вам мешает. То есть, как это, кто мне мешает. Я говорю, меня это трогает, потому что я как раз-таки науку человечности создаю совместно с многими людьми из разных стран на нашем канале Ютуба для того, чтобы как раз-таки сохранить в человеке человечность и сохранить разум на планете. Да, они говорят, эти два друга у меня таких интересны. Это, говорит, очень достойное уважение. Занимайтесь этим. Я говорю, а вы не хотите этим заниматься? Ну, как мы хотим, конечно, но я не думаю, говорит, один из них, его Василий зовут. Я, говорит, не думаю, что в этом, говорит, весь смысл моей жизни, его жизни. Я, говорит, вообще, говорит, последние годы стал затворником. Я уехал, говорит, давно из страны. Сижу себе там в лесу. Иногда, говорит, пишу книгу. Иногда звоню друзьям. Но редко, говорит. Вот затворник такой интересный. Это что, только я один, что ли, беспокоюсь о всем человечестве? Потому что я бы не беспокоился обо всем человечестве, если бы все человечество не было сейчас в таком тупиковом состоянии, в этой точке турбуленции. И вот моя философия, я говорю, в том заключается, чтобы этому, условно говоря, кто пострадал на улице, попал под автомобиль или самолет, который терпит катастрофу, чтобы помочь ему. Ну, а, говорится, точно так же трогательно мне и все человечество. Ну, я такой по натуре. Потому что у меня не безразлично жизнь наших детей, правнуков. А поскольку все взаимосвязано, поэтому и всех. Потому что невозможно, чтобы люди были отдельно друг от друга. Это же человечество. Они соприкасаются друг с другом каждой разными гранями. И, конечно, они могут вместе что-то сделать. Потому что есть такие задачи, которые можно решить только сообща. Ну, занимайтесь, говорит, чем вы занимаетесь. Я даже еще раз повторил, что достойно уважения. А вы не хотите? Нет, не хотим. Вот это интересно. Я говорю, вот у меня бывают иногда ликбезы такие бесплатные. Туда много людей приходит, задают вопросы. И там тоже. Мы не клиника, я не клиника. Я не занимаюсь лечением, но я там даю советы, с помощью которых многим помогает. То есть они потом научаются снимать стресс. Потому что, когда они в стрессе находятся, они ни о чем другом думать не могут. И у них внимание всуживается. А я как раз учу тому, чтобы человек мог управлять своим собственным состоянием самостоятельно, без всякой моей помощи и без всякой помощи какой-либо иной. Потому что иногда бывают такие трудные ситуации, и когда возникают проблемы, на самом деле, когда серьезная проблема, человек остается наедине с собой. Вот как этот вопрос. И меня это волнует, потому что я так устроен, что я на самом деле не могу не думать об этом. Я на самом деле в последние годы только этим и занимаюсь, как сохранить человечество. Моя философия в этом. То есть я отвлекаюсь, абстрагируюсь от конкретного объекта, моих каких-то проблем и философствую. А к этой философии я создаю методики, которые помогают людям. И чем больше людей их знает, тем на самом деле они могут так же, как и я, выходить из зацикленности, видеть мир шире. И уже у них включается генерация таких идей, человеколюбивых, и возникают мысли конструктивные, как помочь. А если мы будем еще и вместе все это делать, так мы и поможем. Потому что от каждого человека здесь зависит. И вот в интернете часто говорят, от нас все зависит, от каждого человека все зависит. А я же и даю инструмент для этого, чтобы на самом деле зависело. Да, чтобы зависело, чтобы человек мог использовать энергию своего стресса для решения ранее недоступных ему задач. Чтобы он мог это делать. Вот как раз я этим и занимаюсь. И у меня есть аргументы, потому что я много лет этим занимаюсь. И сейчас люди, которые еще 30 лет назад знакомились с этими методами моими, они мне иногда пишут благодарственные письма. Вот мне недавно буквально человек написал, я про вас прочитал в литературной газете, это 80-х. Да, и даже ездил к вам. Да, действительно, я вспомнил, он ездил ко мне. Да, и пользуется с тех пор методиками. А сегодня они вообще усовершенствовались, теперь даже школьнику доступны. Ну, ладно. Просто вопрос в том, что такое философия, нет глобальной философии, чем думать о человеке, потому что человек это двойственная, духовно-физическая сущность, у него есть и тело, которое создает много проблем, и страх, и питание ему нужно, кислород ему нужен, поэтому деньги нужны, это материальная часть мира. У него есть и душа, которая готова быть альтруистичной, дарить, творить, созидать, да, и вот как согласовать это, и поэтому весь мир в таком положении, когда ищет точки согласования духовных потребностей и материальных потребностей, поэтому я занимаюсь вместе со всеми созданием науки человечности, где именно по научным критериям требованиям определяются понятия, еще раз повторю, что такое любовь, сострадание, сопереживание, созидание, и связанное все с этим, потому что все эти грани, грани человечности, они это одно качество, они не по отдельности, есть человек-человек, у него все это есть сразу, но я так надеюсь, что я так и найду еще коллег-сподвижников, братьев по разуму, которые не просто говорят, надо быть человеком, а которые на самом деле вот готовы начать взаимодействовать, да, посмотрите, какая у меня картина очаровательная, да, конечно, до встречи.